Обзор чрезвычайных происшествий на Якутии 24 в студии Александр Зубехин. Здравствуйте. Наша полиция взяток не берет. Вчера в полицию поселка Махсагалох доставили 41-летнего гражданина Узбекистана для составления протокола об административном нарушении. Чтобы такой протокол не составляли, доставленный попытался дать взятку участковому полиции. Мужчина сообщил, что он не сможет продлить разрешение на временное пребывание в случае наличия административных правонарушений. В настоящий момент ему грозит ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации. По данному факту проводится проверка, материалы которой переданы подразделения Следственного комитета Российской Федерации. 20 марта водитель на автомобиле марки Нива двигался со стороны поселка Ленинский в сторону Алдана. Он зацепил бровку, потерял управление и машину опрокинуло. Мужчина был один, травм не получил, а свидетельственное показало, что в крови водителя присутствует алкоголь. Кроме того, автолюбитель не имел права управления транспортным средством. По данному факту составлен административный протокол. Гость воришка. В полицию горного района обратилась пенсионерка с заявлением о краже. Неизвестный похитил сотовый телефон из комнаты обсижития, в которой проживала потерпевшая. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказалась ранее судимая за кражу 32-летняя местная жительница. Установлено, что подозреваемая пришла в гости к соседям потерпевшей. После застолья женщина вышла в коридор и заметила, что одна из комнат не заперта. Пожилые хозяева уже спали, поэтому не услышали, что к ним кто-то вошел. Злоумышленница воспользовалась этим и похитила сотовый телефон, лежавший на тумбочке. К моменту задержания подозреваемая успела быть похищена. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Прокуратура Якутии организовала проверку в связи с сегодняшним аварийным отключением электроэнергии в ряде Вилюйской группы районов. В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, которые способствовали данному аварийному отключению электроэнергии, соблюдению законодательства об электроэнергетике, в том числе действиям-бездействиям обслуживающей организации по надлежащему содержанию объектов электроэнергетики. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, направленных на устранение нарушения закона и недопущению их впредь. Плохой знакомый в полицию Тампонского района обратился местный житель, который сообщил о том, что у него украли сотовый телефон и деньги в размере 49 тысяч рублей. Полицейские опросили заявителя. Установлено, что вечером к заявителю в гости пришел знакомый. Мужчины вместе распивали спиртные напитки. Вскоре хозяин квартиры уснул, а утром обнаружил кражу смартфона и денег, которые он накопил для переезда в Якутск. Сотрудники полиции задержали безработного мужчину. Подозреваемый пояснил, что телефон обменял на алкоголь, а деньги потратил на развлечения и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража бюджетных денежных средств. В Чуропчинском районе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшей главы муниципального образования Легойский наслег усть Алданского района. Женщине вменяется хищение чужого имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, а также служебный подлог. Следователи установили, что обвиняемая совершила хищение денежных средств на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Следствием установлено, что глава наслега, желая улучшить свое материальное состояние, используя служебное положение, совершила хищение бюджетных средств, предназначенных для благоустройства, а также жилищного, дорожного, коммунального, сельского хозяйства и рыболовства, культуры, кинематографии и средств массовой информации, а также для других целей. Как установили следователи, глава предложила знакомым предпринимателям заключить с муниципальным образованием фиктивные договоры на оказание услуг без фактического их исполнения. В последующем, по указанию обвиняемой, сотрудниками администрации составлялись и передавались ей подложные документы о якобы выполненных работах, которые обвиняемая утверждала подписью и печатью. Предприниматели, получая на свои расчетные счета денежные средства, передавали их главе, которая распоряжалась ими по своему усмотрению. Кража в порядке очереди. В полицию по Булунскому району обратилась жительница Тикси с заявлением о краже на общую сумму 70 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 51-летний безработный местный житель. Выяснилось, что кража произошла в очереди продуктового магазина. Подозреваемый стоял за потерпевшим. Мужчина воспользовался тем, что в магазине много покупателей и незаметно из сумки потерпевший украл смартфон и кошелек вместе с банковскими картами и документами, после чего покинул помещение. Возбуждено уголовное дело. Мобильная кража полиции Усмайского района установлен подозреваемый в краже денег через мобильный банк. В дежурную часть Усмайского района обратился 35-летний мужчина, который сообщил, что неизвестный похитил с его банковской карты около 19 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 32-летний знакомый заявителя. Установлено, что потерпевший был в гостях у подозреваемого и по невнимательности забыл у него свой сотовый телефон. Хозяин квартиры обнаружил чужой смартфон и, поняв, что тот не защищен паролем, с помощью сервиса мобильный банк перевел себе 18 тысяч рублей. По хищенной деньги он потратил на личные нужды. По данному факту проводится проверка. В неплановый отпуск в полицию обратилась работница одного из магазинов села Сунтар. Заявитель сообщила, что неизвестный похитил из кассы магазина 25 тысяч 200 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что кража денежных средств причастна 36-летняя продавец данного магазина. Установлено, что подозреваемая, воспользовавшись тем, что в течение недели выручку не забирали, похитила всю накопившуюся наличность и перестала выходить на работу. По словам злоумышленницы, похищенные денежные средства она потратила на покупку алкогольных напитков, которые распила вместе с жителем. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Грабеж ради мяса. В Хангаласском районе сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в хищении мяса кожи. Материальный ущерб составил 14 тысяч рублей. Установлено, что мужчина открыто похитил у 54-летней женщины, живущей по соседству. Из веранды частного дома около 18 килограммов мяса козы. Договориться по-хорошему с соседом потерпевшей не удалось, поэтому на следующий день она обратилась за помощью в полицию. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя. Свою вину мужчина признал, похищенная изъята. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». На этом у меня все. Будьте осторожны.